Если есть вопросы, пожалуйста, мне уже по электронной почте прислали несколько вопросов, я тогда сейчас на них попробую ответить, а если у кого есть вопросы, вы сможете их задавать после того, как я отвечу на эти вопросы, которые уже направлены мне, вы сможете их задавать непосредственно онлайн. Итак, Бахтиюр Рахимов прислал несколько вопросов, которые связаны с развитием малой гидроэнергетики в Таджикистане. Ну, я в своей лекции довольно много говорил об экологических проблемах гидроэнергетики, об экологических проблемах малой гидроэнергетики и о том, что малая гидроэнергетика позволяет избежать очень многих экологических проблем, которые существуют для больших гидроэлектростанций. Значит, по поводу нормативно-правовых документов или подзаконных актов, регулирующих экологическую безопасность ГЭС, я понимаю, при этом могут использоваться вообще как бы такие общие нормативные акты, которые в любом случае запрещают строительство, которое приводит к гибели каких-то охраняемых объектов или неохраняемых объектов. Ну, объектов живой природы, скажем так. Значит, имеются ли какие-то нормативные документы в Таджикистане, я, к сожалению, не знаю. Но вообще такие нормативные документы, конечно, имеются. Они имеются на сайтах европейских организаций, связанных с малой гидроэнергетикой. Есть Европейская ассоциация малых ГЭС, Эша. У нее есть свой сайт, вы можете зайти на этот сайт и посмотреть. Там большое количество нормативных документов, в том числе связанных с развитием малой гидроэнергетики с точки зрения экологии. Так, следующий вопрос. Как развивать малую гидроэнергетику в Таджикистане, если в условиях Таджикистана опыт строительства мини-ГЭС до 1000 кВт не оправдал надеюсь. Так как в зимний сезон воды в некоторых реках очень мало, и ГЭС не функционирует. А в паводковый период сносит большинство гидротехнических сооружений. Итак, значит, что я могу по этому поводу сказать? Значит, безусловно, малая гидроэнергетика на 100% зависит от природно-климатических условий. И мы должны понимать, что в горных районах, безусловно, сток рек в зимний период резко изменяется по сравнению со средним стоком реки в течение года. Это надо иметь в виду, и с этим ничего не поделаешь. Значит, надо считать экономику. Я не думаю, что какие-то особые условия есть в Таджикистане, которые не позволяют строить малые гидроэлектростанции. Все зависит от себестоимости электроэнергии и от стоимости строительства. Значит, все зависит от того, какой тариф установлен на продажу электроэнергии населению. Должен сказать, безусловно, при отсутствии государственных мер поддержки развития малой гидроэнергетики, она расплываться не может. Это показал опыт общемировой. Недаром во всех европейских странах существуют специальные законы по малой гидроэнергетике. Значит, в России существует такое законодательство. Очень благоприятное законодательство по развитию малой гидроэнергетики. Оно существует в Киргизстане и Казахстане. Другое дело, что, так сказать, может быть не просто им пользоваться, но им пользоваться нужно. Оно очень благоприятное. Я, к сожалению, не знаю, существует ли такое законодательство в Таджикистане. Теперь по поводу, значит, паводкового периода. Ну, выбор места строительства гидроэлектростанции и выбор места расположения водозабора, здания ГЭС и так далее, и так далее, он, конечно, имеет большое значение. Насчет того, что сель сносит большинство гидротехнических сооружений, ну, я с этим не согласен, потому что место строительства должно быть выбрано так, чтобы сель их не сносил. А если это невозможно, то необходимо противоселевые мероприятия. Ну, тут что тут можно говорить? Тут надо делать так, как надо. Тут ничего не поделаешь. Так, строительство более крупных, как малых, дорого. Тем не менее, выделяются гранты, но оборудование китайское и не всегда надежное. Ну, по поводу китайского оборудования я уже сказал. Значит, мы не рекомендуем его использовать не потому, что мы сами являемся производителями оборудования, а потому что мы знакомы с опытом эксплуатации этого оборудования, мы знакомы с опытом строительства гидроэлектростанции, с этим оборудованием. Здесь целый ряд проблем. Здесь языковые проблемы, культурологические проблемы. Не всегда порядочное поведение поставщиков. Дальше, так как, как правило, заказывают оборудование не специалисты, то, значит, в результате получается, что заказано не то, заказано не так, заказано не полностью, и здесь возникают проблемы. Кроме того, затруднен, естественно, затруднен шеф-монтаж такого оборудования, использование шеф-монтажа, значит, китайских специалистов из-за таких же языковых проблем, из-за того, что вся документация, к сожалению, поставляется не на языке, который доступен потребителю. Это тоже, конечно, проблема. Но строить подстанцию и тянуть ЛЭП, и сказать, что это дешевле, ну, это, я считаю, ну, это нонсенс. Это, мне кажется, что здесь что-то не так посчитано. Что касается зарубежных грантов на строительство и на использование зарубежных денег для строительства, и в связи с этим большой стоимостью создания этих гидроэлектростанций, ну, так эти деньги забирают те, которые их выделяют. А что вы хотите? Им все равно, им чем больше выделили денег, тем больше они заберут, ну, и стоимость будет выше, и окупаемость будет ниже. Значит, я еще раз говорю, есть законодательная база, очень хорошая, в Кыргызстане, в Казахстане, не знаю, как в Таджикистане, но я думаю, что она тоже есть, и существует, насколько я знаю, существует соглашение между правительствами, скажем, Кыргызстана о выделении денежных средств российскими банками для строительства малых ГЭС в Кыргызстане. Я знаю, что такая проблема, что такая программа сейчас должна быть реализована в Узбекистане, где недавно вышло постановление о развитии малой гидроэнергетики, специальное постановление о развитии гидроэнергетики, и частью является постановление о развитии малой гидроэнергетики, где планируется порядка 60 гидроэлектростанций малых построить в ближайшие 3-4 года. Ну, это, конечно, 3-4 года – это нереально, Но, тем не менее, такие надо искать возможные пути для получения денег на строительство малых ГЭС. Еще один момент. Возможности получения денег на строительство малых ГЭС с помощью российских банков и специальной структуры в России, которая обеспечивает низкую стоимость этих кредитов и гарантирует их надежность и безопасность. Это так называемая структура. Эксар. Этим вопросом тоже нужно заниматься. Мы сейчас с Эксаром работаем по строительству малых ГЭС в Киргизстане. Я надеюсь, что этот опыт будет успешным и этот подход можно будет реализовывать для всех стран Центральной Азии. Так, ну вот по поводу ответа на вот эти вопросы, которые заданы. Если Бахтиор удовлетворен, ну тогда мы с этим вопросом заканчиваем. Если нет, ну пожалуйста спросите еще, что непонятно Бахтиор. Спасибо большое. Очень содержательно вы ответили. Ну, я, конечно, удовлетворен. Многое для себя понял. Ну, если потом еще будут какие-то вопросы, наверное. Пожалуйста, пожалуйста. У вас есть мой адрес. Пожалуйста, пишите. Будем отвечать. Будем, значит, ВКонтакте. Все, спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Я хотела спросить про Европу. Говорят, что там в каждой семье есть свой малый гидроэлектрический станция, да, которую они сами себе как бы строят. Да. Как они для себя строят и на свой бюджет? На свой бюджет или как они строят? Ну, понятно. Значит, ну вот я говорил о том, что в Европе есть законодательство, которое поддержит развитие малой гидроэнергетики, так? Значит, ну вот у нас есть опыт поставки маленьких станций, 10-киловаттных и 50-киловаттных, в Швецию частным владельцам. Значит, ну вы понимаете, что там кредиты имеют совершенно другие проценты, и под это дело выделяются плюс еще льготные кредиты, выделяются еще льготные кредиты, и люди берут кредиты и, скажем, ну микрогидроэлектростанция, вот 10-киловаттная, ну стоит примерно 10-11 тысяч евро. Ну, это сумма достаточно невысокая для европейских стран, они берут кредит и строят у себя, ставят у себя достаточно просто, значит, на ручейках, на речках и так далее. Правда, разрешение получить достаточно сложно из-за экологических проблем, но, тем не менее, эти вопросы решаются. Есть специальные компании, которые помогают решать эти вопросы. Извините, вы сказали 10-11 тысяч евро, это только гидроагрегат или все вместе подключено? Нет, 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 это только вот, это стоимость нашей 10-киловаттной микрогэз, она стоит порядка 700 тысяч рублей, ну, грубо говоря, это 10 с чем-то тысяч евро. Значит, это вот турбина, генератор устройства управления, значит, то есть комплект, который позволяет, значит, обеспечить работу, а вот труба, там, водозабор, это уже как бы отдельно. Ага, понятно. Да, да, если позволите. Один вопрос. Так вот, вопрос. Использование второй турбины, которая рассчитана в зимний период, то есть для малого расхода, получается, одна турбина, это может быть радиально осевая для высоких расходов воды? Совершенно верно, совершенно верно. Ну, один агрегат для расходов, ну, как бы в обычный период, а второй агрегат для зимних расходов, специализированный агрегат, ну, специальный агрегат с низкими расходами. Это, получается, на одном валу? Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае, нет-нет-нет. Это на одном валу две турбинки ковшовых с низкими расходами. Просто вот эти низкие расходы, они меняются, значит, от 30 литров, от 30 литров они меняются до примерно... Алло, слышно, да? От 30 литров до примерно 0,9 куба. До 900 литров. Чтобы использовать вот такой возможный перепад по расходам, которые бывают в зимний период, мы поставили две таких турбины. У каждой турбины ковшовой два сопла, то есть мы вчетверо можем менять возможность использования расходов. Четырехкратно. Плюс еще каждое сопло может работать, может нормально работать при половине открытия. То есть мы таким образом в 8 раз можем изменить, можем варьировать расход, который пойдет через эти две турбины. Понятно, да? Да. Ага. Спасибо. Яков Иосифович, вы упоминали как-то в нашем разговоре, что есть карты потенциала для малой энергетики. И в том числе такая карта, вы говорили, очень давно создана и для Таджикистана тоже. Или это была другая какая-то страна? Нет, для Таджикистана, да, в свое время, значит, да, есть такая карта, значит, насколько я знаю, она есть в Таджик Энерго, но если поискать, у нас, наверное, тоже кое-что есть по этому поводу. Значит, есть, да, есть информация по малым ГЭС Таджикистана, которые были. Значит, у нас есть контакт с структурами в Таджикистане, можно попробовать поискать, найти. А для чего это вы хотите, для чего она? Я просто хотел у вас узнать, вот эти проектные работы, которые еще в Советском Союзе делались, насколько вы считаете они актуальны в современных условиях? Ведь у нас же сейчас не только природа, но еще социально-экономические аспекты изменились. Безусловно, безусловно, безусловно. Ну, во-первых, в советское время, значит, строили станции с водохранилищами, я думаю, что сейчас это нецелесообразно делать. Значит, ну, и изменилось расселение населения несколько. Это тоже важный вопрос. Изменилось количество населения. Значит, но места, которые выбраны для строительства гидроэлектростанций, эти места выбирались исходя из гидроэнергетического потенциала рек, исходя из природно-климатических условий, и исходя из рельефа местности. Вот первым делом надо, конечно, пройтись по этим местам и оценить целесообразность либо восстановления, либо нового строительства на этих местах гидроэлектростанций. Как правило, в то время очень тщательно проводились предварительные исследования для сооружений гидроэлектростанций. Вот это мой ответ. Скажите, вот меня очень интересует тот раздел затрат, который направлен на обследование района с целью, значит, обоснования установки малой или средней ГЭС. Как распределяются эти затраты? И кто проводит это обследование? Вы контактируете с местными, наверное, институтами? Или как это все у вас установлено? Ну, вообще, значит, вообще, если к нам обращаются по вопросу возможности строительства гидроэлектростанции, значит, то порядок выполнения этой работы такой. Значит, первым делом мы просим потенциального заказчика, чтобы он прислал нам карту местности с высотными отметками в масштабе 1 к 2 тысячам или 1 к 5 тысячам. И по возможности дал информацию по гидрологии реки. Вот это вот первое. Значит, если мы, посмотрев на карту, поняв, где находится потребитель, и оценив гидроэнергетический потенциал реки, мы считаем, что там есть перспектива построить гидроэлектростанцию, мы предлагаем провести обследование этой территории на месте. Для чего проводится обследование? Обследование проводится для решения следующих вопросов. По результатам обследования составляется техническое предложение, где определено место строительства гидротехнических сооружений, определен тип гидротехнических сооружений, произведен выбор оборудования и произведен предварительный расчет экономики сооружений гидроэлектростанций. Вот такая задача решается по результатам обследования. Вот уже с этими данными заказчик открытыми глазами может смотреть, выгодно это ему делать или невыгодно, стоит это делать или не стоит. Как правило, предварительная оценка, которая проведена на основе картографического материала, она, как правило, соответствует результатам, полученным при визуально-инструментальном обследовании с выездом на место. Но в первом случае она очень-очень предварительна, а во втором случае она обоснована. Она обоснована, значит, конкретным размещением гидротехнических сооружений, конкретной их, так сказать, проработкой, выбором оборудовании и так далее. Следующий этап уже, сейчас, сейчас, следующий этап уже, дальше может идти это дело по двум направлениям. Либо составляется бизнес-план или, значит, обоснование инвестиций, с которыми можно идти в банк, либо сразу начинается проектирование. Вот так. Скажите, а время, как долго занимает это обследование? Вот, обследование на местности, это какая-то экспедиция? Обследование на местности, как правило, ну, выезжают два человека, да, как правило. Если есть возможность, привлекаются местные специалисты. Местные специалисты с точки зрения, значит, ну, скажем, ну, именно с точки зрения, чтобы они понимали особенности местности. Это может быть местное из населения, это может быть кто-то из, так сказать, местной администрации, кто представляет себе поведение этой реки, скажем, летом, осенью, зимой, так, чтобы, так сказать, было у нас представление о том, что это может быть. Значит, занимает это на местности, это занимает, ну, два дня, это максимум. Два дня. Обычно в первый день мы, как бы, проходим все это дело, смотрим, своими ногами проходим, значит, где можно, вот, вдоль реки, смотрим, где можно сделать водозабор, где проложить деливацию, по какому берегу, где можно здание ГЭС, смотрим это все, фотографируем, анализируем это дело, на следующий день еще раз выходим на местность, смотрим, уже, как бы, более предметно, вот, имея в виду то, те гидротехнические сооружения, которые мы собираемся, значит, делать, значит, вот это примерно два дня. Дальше примерно уходит, ну, от двух до трех месяцев уходит на обработку вот этих всех данных, то есть на обработку, на разработку конструкций гидротехнических сооружений, на их привязку на местности, на выбор оборудования, на экономику, там, и так далее, и так далее. А разработка бизнес-плана входит в эти два-три месяца? Нет, бизнес-план – это же следующий этап, если вы хотите бизнес-план, это следующий уже этап. В принципе, на основании, в принципе, на основании обследования можно сразу разрабатывать бизнес-план, но для бизнес-плана желательно все-таки пробить нивелирный ход. А, то есть два дня не хватит? Нет, 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 это мы даем задания, и местные специалисты, ну, а специалисты такие есть везде, они пробивают нивелирный ход, чтобы получить более такую обоснованную информацию. То есть, получается, это еще с советского времени остались институты, в которых есть кадры до сих пор? Да, 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 да. Понятно. Совершенно верно, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вот у вас те станции, которые вы строили, они были на какой основе построены? Это именно как коммерческие предприятия, или кто-то давал гранты, безвозмездные гранты на постройку? Значит, ну, допустим, в республике Алтай две станции, на их сооружение местной администрации давали деньги в Министерстве энергетики по специальной программе. Значит, станция в Мордовии, это вот на ирригационном водохранилище Токмовская ГЭС, это был коммерческий проект, но он был для местного управления коммерческим. Они за счет своей собственной прибыли сделали эту станцию, кое-чем им помогло Минсельхоз, и они построили эту станцию, и она у них для коммерческого использования. Они сами себе продают электроэнергию. Значит, ну, станция, допустим, в Белоруссии, это чисто государство. Это, так сказать, в Белоруссии частного ничего очень мало. Так, а вот, скажем, станция на Северном Кавказе, это чисто коммерческий проект. Это инвестор вложил деньги и продает электроэнергию. Понятно. Понятно, очень интересно. Ну, вот у меня еще один будет. Ребята, есть у вас еще вопросы? А то я занял линию. Кто-то хочет что-то спросить? Пока нет, Андрей. Алло. Хорошо, тогда я еще один вопрос задам. Пожалуйста. По поводу социально-экономических аспектов. Допустим, у нас с вами регион Центральной Азии, и вы строите малую ГЭС для какого-то отдаленного селения. Но тут такая штучка возникает, что там люди, допустим, живут натуральным хозяйством, и им реально деньгами платить нет возможности. Вот как в этой ситуации вы посоветуете повести дела? Может быть, еще кроме этого привлечь какой-то бизнес для попутного какого-то... Ну, естественно, конечно, я вот у меня уже на языке крутится. Открыть магазин в Петербурге и продавать сельскохозяйственные продукты. Ну, дело в том, что баранина в Петербурге, я думаю, разойдется в течение пару часов. Вообще нет баранины, а которая есть плохая. Это точно. Да, да. Хорошая идея. То есть, скажем, если вы строите электростанцию в поселении с натуральным хозяйством, то вы можете брать не деньгами, а мясом. Нет, 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 нет. Баранина. Мы однажды брали. Это было на заре, это было в начале 90-х годов, когда была сложная ситуация вообще с продовольствием. Значит, один фермер в Карелии, значит, сказал, что, значит, он нам, значит, за микрогэз отдаст корову. Ну, мы согласились, значит, он эту корову забил, привез это мясо сюда. Ну, это была целая эпопея, ее же нужно было как-то разделать, заниматься этим. Потом раздавать сотрудникам по 5 килограмм, куда девать это все. Нет, ну, это, конечно, это должна быть сопутствующая структура, которая, так сказать, будет брать этих баранов и, так сказать, что-то с ними делать, и все. Ну, тут другого выхода нет. Вы знаете, тут дело в том, что вот такие вещи были бы очень интересны европейским спонсорам, европейским фондам в плане комплексного развития территории. То есть не только, что мы продали им оборудование, да, и забыли, как они там живут, а вот именно дали им путь, дорожную карту разработали, комплексную. То есть и станция, источник электричества, дальше куда это электричество девать, как его окупать и так далее, и так далее. То есть комплексное развитие. Комплексное, да, конечно, конечно. Но у вас такого опыта еще пока нет, да, вот работы именно в... Нет, пока еще нет. С баранами нет. Ну, у меня тоже был опыт, когда нам дали зарплату навозом. Пять тонн навоза. Ну что, это в свое время... А, кстати, я вспомнил, да, я вспомнил. Вот я говорил про Краснодарскую ТЭЦ, да, где вот мы спроектировали гидроэлектростанцию. Так вот, это тоже были 90-е годы, конец 90-х годов, но были проблемы с оплатой электроэнергии, которую они продавали. И вот в частности они продавали электроэнергию одному предприятию, которое производило веники. И, значит, с ними расплатились вениками. Им поставили что-то, два вагона веников. И они эти веники, значит, стали продавать. А когда они нам платили, то, значит, как-то это же нужно было согласовать, вот, что это веники, что это проект там и так далее. И вот нам пришло платежное поручение, в котором было написано, значит, оплата за проект за счет продажи, там, что-то, 10 тысяч веников. Такое тоже было. Это вызвало, значит, большое... Ну, в общем, в банке там все, так сказать, умирали с осмеху. Значит, вроде как вы гидроэлектростанции проектируете, а оказывается, вы веники продаете. Вот, так что разные казусы бывают. Но, конечно, это вопрос... Этим должно заниматься государство. Ну, это же серьезное дело. Это же серьезное дело. Ну, вы знаете, сейчас на государство, наверное, не стоит столько запираться. Я думаю, что вот этим могли бы заняться некоммерческие фонды, именно проектированием комплексного развития. Ну, да, конечно. Здесь было бы как раз бизнес и наука, кооперация бизнеса и науки. Ну, вот еще последний вопрос, наверное, я вам задам. Во сколько вы оцениваете в деньгах именно обследование территории и проектной работы? Вот если все вместе, сколько это будет примерно стоить на сегодняшний день? Вы имеете в виду готовый проект? Я имею в виду выезд на место, обследование территории, составление, обработка данных, составление готового проекта. И если есть возможность, составление уже бизнес-плана по самоокупанию. Ну, натуральное хозяйство мы сейчас не рассматриваем. Понятно. Ну, вот сейчас скажу. Значит, вот выезд на место, это имеется в виду в Центральной Азии, да? Да, конечно, например. Значит, ну, например, значит, выезд на место, обследование. При условии, что мы долетаем до столицы или до большого города, дальше нас забирают, везут, значит, на место, да, организовывают все. Значит, ну, у нас есть опыт такой. Мы только что, допустим, выезжали в Киргизстан, смотрели. Перед этим выезжали в Казахстан, смотрели. Это порядка, где-то порядка 400 тысяч рублей. Вот такая работа с отчетом. Что касается разработки бизнес-плана, это зависит от, ну, мощности станции в значительной степени. Значит, от того, какая станция, какая мощность станции и так далее. Потому что одно дело разрабатывать станцию, допустим, 500 киловатт, а другое дело разрабатывать бизнес-план для станции порядка 5 мегаватт. Я объясню, в чем дело, так как это будет связано с необходимостью, значит, более тщательной разработки конструкций, значит, поиска строительных материалов. То есть это же все должно будет, так сказать, быть понятным инвестору. Вот, значит, ну, можно оценить это. Я сейчас вот прямо так не готов сказать, но я могу оценить вам, вам прислать это. Это было бы очень интересно, потому что вот эти работы, вот в вашей схеме они занимают всего 2%. Вот это мне показалось очень маловато, мне кажется. Ну, вот я вам скажу, я вам приведу пример. Я вам приведу пример. Значит, вот опять возвращаясь к Киргизстану. Значит, речь идет о каскаде гидроэлектростанций двух, значит, с суммарной мощностью порядка 18 мегаватт. Так, значит, стоимость двух этих станций примерно 1 миллиард 400 тысяч рублей. Вот так вот считая. Стоимость проектных работ по этим двум станциям – это примерно 40 миллионов рублей. Ну, вот и считайте. Значит, полтора миллиарда и 40 миллионов. То есть это меньше 3%. Меньше 3%. Это вот выезд на место, проектная документация, рабочая документация без изыскания. Изыскание – это отдельный вопрос. Проект. Но изыскание – это в сотрудничестве с местными специалистами. Ну да, это местные, конечно. Это намного дешевле, чем вывозить из Петербурга экспедицию для изыскания. Конечно. Конечно. Станция сложная. И на деривации, значит, суммарная – 10 километров. Ну, сложная станция. Ну, вот такое соотношение. Примерно вот это все обследование до проекта – это где-то 3%, ну, чуть меньше даже. А какой же срок окупаемости этой станции в Кыргызстане? Ну, по предварительной оценке – это, да, вы правильно сказали, 8-9 лет. А сколько она будет работать? Она будет работать, нормативный срок работы турбинного оборудования – 40 лет. У нас есть станции, которые уже больше 20 лет работают, и, так сказать, ничего с ними не происходит. Значит, нормативный срок… Это имеется в виду срок до капитального ремонта. Значит, нормативный срок генераторного оборудования – это 20 лет. Ну, что касается электроники, ну, тут разные, так сказать, градации для разных элементов. Ну, электроника, она недорогая, в общем, в принципе. Поэтому тут так вот не считается. Но я был на станциях, которые работают и по 100 лет. И они, так сказать, в приличном состоянии работают. Вот. Понятно. И, возвращаясь к нашим дорогим студентам, я бы хотел у вас спросить. Возможно ли организация практики для наших студентов на вашем предприятии? Или, если кто-то захочет писать дипломы, может быть, дипломная практика? Ну, пожалуйста. Только мы, значит, ну, мы поможем найти, где жить. Но, как бы, это, как бы, расходы студента. А так, писать дипломы и практику, пожалуйста, с удовольствием. Может быть, кто-то сможет по интернету с вами связываться и принимать участие в ваших проектах по интернету, чтобы не тратить на дорогу и проживание деньги. Ну, давайте попробуем. Я, так сказать, любые формы сотрудничества, которые дадут возможность развития малой гидроэнергетики, ну, я последнее, ну, нельзя сказать, что последнее, но практически более 40 лет я занимаюсь гидроэнергетикой. Из них 30 лет малой гидроэнергетикой. Поэтому, значит, на это ушла, в общем, можно сказать, вся жизнь. Поэтому, если будет возможность передачи этого опыта, знаний, умений, подходов молодому поколению, только приветствуем это. У нас очень опытный руководитель проектной группы, очень опытный. Значит, ну, вот, так сказать, очень, очень может быть полезно для студентов. Единственное, что если у него будет время, обычно в таких организациях время на студента уделяется. Будет. Будет время, если студент проявит интерес и проявит желание, будет время, и будет возможность, и будем все объяснять, рассказывать с удовольствием. Отлично. Отлично. Я думаю... Пишите, пишите. Давайте через вас, Андрей, хорошо? Да. Значит, ребята, если у вас появятся вопросы, в общем, или по поводу практики, или по поводу диплома, сейчас это важно вам диплом определить, то пишите, пожалуйста, мне, а я перешлю все вопросы Якову Иосифовичу, и мы с вами будем дальше контактировать. А сейчас я должен поблагодарить Якова Иосифовича за такую интересную лекцию. Все было просто очень интересно. На многое вы нам открыли глаза. Теперь нам есть куда идти, куда двигаться дальше и развиваться. И на этом... Хорошо. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Вам спасибо, Адру. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Очень интересно. Спасибо.